Значит, пойдет у нас сегодня речь о том, что такое монады, основные заблуждения, которые с ними связаны, и где вообще монады используются, для чего они нужны и так далее. Значит, главная картинка, с которой начинается наш доклад, в том, что большинство проблем в коде связано с тем, что код нелинейный. То есть вот эти шарики, это надо понимать так. Вот белый шарик – это входные данные. То есть те данные, которые у нас есть. Зеленые данные – это либо результат, к которому надо прийти, либо красный шарик – это какая-то ошибка у нас, которая в процессе получилась. Вот оптимальный процесс, с которым нам удобно работать, это когда у нас просто по цепочке проходит преобразование данных. Желтые шарики – это у нас функции или какие-то процедуры, которые изменяют данные. Вот этот результат нас полностью устраивает. Проблема в том, что чаще всего у нас код имеет вот такую форму. То есть оранжевый шарик – это ошибка. То есть из каждого желтого шарика есть еще один желтый и оранжевый. И вот это ветвление, оно каскадно накапливается. У нас начинается if-else, if-else, вложенность, декомпозиция. И, собственно, мне кажется, из-за этого много проблем происходит. А хотелось бы, чтобы код был линейным. Это пример из проекта на кложе. Это реальный пример, реальный код без всяких, без малейших изменений, которые крутятся в продакшене. В лиспе приняты вот такие формы, когда запускаются входящие данные какие-то. И они поехали каскадно по цепочке. То есть каждый вот этот элемент – это либо функция, либо функциональная форма. И оно там каскадом дрынь, вот так проскальзывает, и все хорошо. Линейная? Вот. То есть вот эта форма со стрелочкой. Это называется трейдинг макро. Трейдинговый макрос. То есть хотелось бы, чтобы было так. Но бывает не так. Потому что у нас в коде чаще всего часто бывают ошибки. Или даже не то, что ошибки, а начинаются какие-то условия. То есть когда, например, данные возвращают ошибку, когда мы не можем получить данные, когда имеет место какая-то неоднозначность. Например, функция должна вернуть да или нет, true или false, но по каким-то причинам вообще не удалось это сделать. И тут возникает вопрос. То есть кидать исключение или возвращать пустой какой-то ничего не знающий тип. Вот основные приемы, с помощью которых обрабатываются ошибки. Вот это следующее. Это пустой тип. Это вызов-исключение и возврат пары. Ну, который также известен в других языках, как nil, nasing и так далее. Это часто мы пользуемся в скриптовых языках, когда возвращаем либо актуальное значение, либо none, nil и так далее. Ну, всем знакомый прием. Насанк это из Haskell. Сюда же надо было undefined из JavaScript добавить, но я думаю, что знакомый. Проблема в том, что появляются вот такие вещи, когда требуется проверять на nil или на null. Ну, это вот пример из Java. То есть теперь, когда у нас есть nil, у нас появляется вероятность того, что вместо любого объекта придет этот nil. И любая операция с ним упадет на ошибки. С ошибкой. Поэтому появляются вот такие шапки, где проверяются все параметры. Ну, я не дживист. Возможно, как-то есть другие для этого способы. Ну, я послушаю. Ясно. Хорошо. Спасибо. Вот. Ладно. Проблема не только в этом. Проблема в том, что вот эти нулы проваливаются в другие функции, там, где их не ждут. То есть, например… Да даже если объявишь, какая разница. Просто бывает, вот у тебя идет каскадная цепочка вызовов, передачи. Вдруг выясняешь, что в какую-то функцию пришел nil, и оказывается, он свалился туда из функции на два уровня выше. А почему там он образовался, непонятно. Надо гонять. И тебе надо сначала выяснить, как он сюда прибежал. Откуда, из какой функции прибежал этот nil или null там, или так далее. Да. Nil в лиспе. В лиспах. Это не во всех лиспах nil тождественно равен пустому списку. Например, в common lisp он, да, а в других реализациях нет. Также, кстати, nil это в Pascal принято. Так что nil используется. Ой-ой-ой. Да. Вот. Поэтому вот так. Часто возникают вот эти ошибки, связанные с неверным обработком, с неверной обработкой пустого значения. Я думаю, вот эти все вещи вам знакомы. Это из разных языков. Java, JavaScript, Python. Вот это все причина того, что мы пытаемся что-то сделать с пустым типом, полагая, что у нас тип актуальный. И вот такая приписочка 40% багов. Я вот звездочку поставил, потому что, к сожалению, не смог найти ссылку на ту статистику, где я это видел. Но когда-то, какое-то время назад я это видел. И по собственному опыту могу сказать, что да, вот в основном очень много багов с этим связано, что non-type не может быть обработан. Исключения еще у нас есть. Исключения во всех мейнстрим-языках используются. Это сейчас стандарт. Все вы знаете. Допустим, вот мы, когда хотим поделить на А и Б, мы перехватываем исключения. Проблема в том, что фактически, ну, это, конечно, холиварная тема, но иногда расстояние между try и catch может быть огромное. И это часто используется во всевозможных фриворках, когда сообщения используются, ой, исключения используются не как исключение, а как сигналы. То есть, например, мы вызываем специальное исключение какое-то, и оно где-то высоко-высоко, оно перехватывается. Вот в Django такое, например, работает, что ставится middleware, который отлавливает исключения, и порой очень сложно догнать, где вот это происходит. Особенно в тех языках, где исключения, как сказать, не отслеживаются на уровне самого языка. То есть, например, кинулся исключения, и потом нужно грепать просто проект в поисках того, а где же он там перехватывается. И недаром знаменитый программист Dexter утверждал, что… или это не он, я не помню кто, но в общем кто-то авторитетный, что использование исключений это фактически оператор года. То есть мы кинули исключения и вывалились в какое-то другое место. Ну и бывает, что мы не можем перехватить все исключения. Например, я вот раньше думал, что сериализация в JSON в Python может перехватить два исключения, а оказалось, что три. И вот так случилось, что рано или поздно вот эта бомба взорвалась, и я перехватил не все. Еще бывает паттерн, когда мы возвращаем пару значений. Вот в языках GoLang, JavaScript, Law используют этот прием. Ну, в JavaScript, наверное, все знают, там коллбеки. Когда возвращается пара. Пара из двух элементов – это результат, ошибка-результат. И эта пара распаковывается на отдельной переменной, и дальше делается проверка. В PHP… Ну, давайте, пока не будем про PHP. Проблемы с парой состоят в том, что пару тоже можно обмануть. То есть просто нагло выгрести второй элемент, который отвечает у нас за актуальный результат, и тупо дальше с ним работать, полагая, что у нас всегда возвращается положительное значение, а там может быть ну или нил, которые тоже когда-то провалятся. Или, например, бывает так, что пара бывает инверсная. То есть сначала идет положительный результат, потом ошибка. В этом случае мы просто берем первый элемент. Ну, в некоторых языках такое, что вот, например, если мы не указали второй элемент, то в луа, например, ты, допустим, ты указал вот одну переменную, одну переменную, в нее распаковалось первое значение, а вторые ты не указал, все, они отлетели. То есть ты не поймал, сам виноват. Ты наивно полагаешь, что здесь у тебя всегда будет все хорошо, и когда-нибудь это упадет. Вот, значит, возвращаясь к той картинке про линейность. Вот у нас процесс мысленно нам видится такой, вот с такими шариками, но мы выяснили, что такого быть не может. Поэтому хотелось превратить вот эти шарики в какие-то кубики такие, чтобы процесс был примерно такой же, линейный, от кубика к кубику. И лишь в самом конце у нас уже был выбор какой-то. То есть хорошо… А вот в начале про это говорилось, что шарик – это обычно… Шарик – это, мы считаем, это какая-то просто функция, которая принимает результат, отдает результат. А что такое кубик, мы пока еще не знаем. Ну, что-то такое, что тоже сделает процесс линейным якобы. И только в самом конце у нас уже будет результат, что нормально все отработало или ненормально. И тут появляется понятие монада, которое вообще пришло из философии, означает что-то единое, неделимое. И классическое определение позволяет объяснить монаду так, не вдаваясь в теорию категории и так далее, что это контейнер, который оборачивает какое-то неоднозначное значение, поведение которого может быть, может как-то варьироваться. То есть монада – это контейнер, который… Что, Юра? Да, да. Тебе должно понравиться, я знал. Да, да. Вот. Монада… В каком-то смысле, кто-то сказал, что в каждом языке кроется неявная монада. И вообще, вот, кстати, я забыл упомянуть, то, о чем мы говорили сейчас, например, возврат пары. Пара – это практически уже монада. Наполовину монада, потому что она замыкает в себе сложные значения. И ошибку, и результат. Только проблема в том, что не определено, как однозначно достучаться до этого результата. Это уже остается на усмотрение программиста. Давайте. Монады, а… Да, сейчас про это будем говорить. монада линиезирует код. То есть, вместо того, чтобы плодить вот эти вот развилочки, если то, если сё, как мы увидели на рисунке, монада делает код линейным. И монада не позволяет просто так взять вот это значение изнутри, которое там хранится. Оно извлекается согласно монадическим правилам. Да, монадическим правилам, о которых я сейчас расскажу. Вот если мы начнем распутывать ту картинку, где много шариков, которые путаются, путаются, то, к примеру, у нас получится вот такой каскад, что данные должны пройти по цепочке задач и получить нам результат. Либо в итоге мы должны свалиться в какую-то неудачу. Получается такая пирамида. А если эту пирамиду еще транспонировать, то получится вот такая штука, которая называется Railway Programming. Я поставил копирайты, чтобы обозначить то, что не я этот термин изобрел. Его изобрел один клевый мужик, который занимается разработкой на F-Sharp. У него есть сайт, который он… Ну, вообще это сайт, проект, статьи, посты, прям комьюнити такое. Про то, как программировать на функциональных языках вот в таком стиле. И причем мне нравится, что все, о чем он говорит, это монады. Просто он специально не употребляет эти термины, чтобы не отпугивать людей. И он вот очень хорошо показал это на примере вот таких рельс. То есть вот каждая задача – это как развилка. То есть это переход, удачный переход на следующую задачу, либо это ответвление на неудачные рельсы. И поэтому вот проводится такая аналогия, что мы либо по рельсам проезжаем к результату, если все удачно, и если хотя бы один раз что-то неудачно, мы скатываемся на неудачную ветку и переходим в fail. Можно задавать вопросы? Первое, как зовут мужика, а второе, если мы получили какую-то неудачную ветку, а потом мы же можем обратно вернуться, ну как-то обработать. Да, это можно. Это не критично, здесь получается вся неудача, она критическая. Ну, вернуться на удачный результат можно в конце, только вот уже в самом конце, когда ты получил результат или fail, уже можно как-то разрулить, что ты с ним будешь делать. То есть можно, например, неудачный результат тоже как-то привести к удачному. Ну, то есть не упасть исключением, а, скажем, сообщить об ошибке пользователю и корректно завершиться. Ну, эта схема сложнее, но тоже ее можно организовать. Да, можно. Это просто, конечно, упрощенная схема, но так тоже можно сделать. То есть организовать повторы, какие-то кольца тоже можно. Нет, не обязательно. Нет, здесь имеется в виду так, что если ты скатился на красную ветку, то ты сразу прошелся без… Ну, то есть ты вот в этот вот fail попадаешь с той ошибкой, на которой ты упал. То есть, скажем, вот если ты вот сразу здесь свалился, у тебя там error 1, подключение к базе, то ты приехал в fail, имея ошибку подключения к базе. Нет, не встретится. Ну, можно использовать вот такую схему, например, что вот если ты, скажем, вот здесь вот свалился, то ты вот сразу полетел сюда. То есть ты на самом деле не проходишь эти все стадии. Ты перелетел. Ну, разные схемы есть. Ну, почему… Здесь, наверное, error 2 должно быть не на самой ветке нижней, а на вот этом пути ведущей. Ну, да, наверное. В общем, вообще я рекомендую посетить сайт. Просто если загуглить Railway Programming, там однозначно на первых ссылках будет именно вот этот сайт. Можете туда зайти посмотреть. Мне очень понравилось. Вот. Монады дают линейность. И вот вы можете посмотреть, например, как делается… Это выглядит в Haskell. Или у нас есть монадное значение, которое проходит по цепочке монад. Вот. Я понимаю, что пока непонятно. Но смотрите, это с Shell. То есть вот все… Так. Внимание есть или нет? Вот посмотрите. Как устроен Shell Script? Это именно pipeline. То есть как у нас происходит? У нас именно данные проходят по… Я провожу аналогию, что фактически, да, вот это вот у тебя, это монадический конвейер, когда у тебя исходная данная проходит по цепочке вызовов, и в конце у тебя вот фактически тоже две ветки. У тебя все хорошо, либо все плохо. Примерно так же это работает в монадах, когда значение начинает проваливаться по цепочке функций, и это называется монадический конвейер. При этом вводится следующее понятие. То есть плоское значение – это у нас обычное значение, которое мы просто имеем. То есть число, строка, я не знаю, словарь, список. Монадное значение. Монадное значение – это именно то значение, которое обернуто в монаду. Монадная функция – это такая функция, которая принимает плоское значение и возвращает монадическое, которое, скажем, оборачивает именно скалярное значение в монаду. Единица – это монадический конструктор, который по плоскому значению возвращает нам монадное значение. И монадический биндинг – это связывание. Сейчас я о них буду рассказывать. И также еще монадный конвейер. Это когда у нас есть монада, и есть у монады специальный монадический оператор. В Haskell он задается вот так. Который принимает функцию, которая принимает плоское значение и возвращает монаду. И вот эта функция, в нее передается именно то значение, которое было упаковано в монаду. То есть фактически единственный способ извлечь из монады ее скрытое значение – это передать ей функцию, и в эту функцию будет передано чистое значение. А эта функция вернет новую монаду, которой снова применяется функция, которая принимает чистое значение, возвращает монаду. То есть монады как-то чисто вообще получат? Можно. 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 В некоторых… Внутри функции можно что-то сделать чистое значение. Да. То есть вот именно в той функции, которую ты передал монаде, ты имеешь чистое значение. А просто извлечь… Просто извлечь из монады значение можно только специальным операторам match или match. Но, в общем-то, так делают редко. Это делают уже на самом конце. То есть вот ты прокатился по цепочке монад, на выхлопе получил какую-то монаду. И вот чтобы из нее что-то извлечь, уже используется оператор match. Вот примеры. Как это выглядит? Вот у нас монада есть такая, айзер, которая содержит либо левое значение, либо правое. Я, конечно, о ней потом подробнее расскажу, но это выглядит примерно так, что вот эта функция возвращает либо левое значение, либо правое. То есть считается, что левое значение – это неудачное, а правое – это удачное. И это функция деления, монадическая функция деления. И есть монадическая функция исключения квадратного корня. Если мы проверяем, если у нас а меньше нуля, мы возвращаем левое значение, которое содержит в себе строку ошибки. И если все нормально, то возвращаем правое значение, в которое актуальный корень. И дальше мы вот таким вот макаром пропускаем монадное значение по цепочке монадных вызовов. И вот мы видим, что вначале у нас монадическое значение 16, мы передали его в монадическую функцию деления, а потом передали в монадическую функцию извлечения корня. Мы получили монадическое значение, внутри которого хранится 2. А здесь мы проделали то же самое, но здесь у нас еще 0. Поэтому мы здесь свалились, и цепочка оборвалась. То есть левое значение, когда мы получаем, оно прерывает исполнение цепочки монадической. И таким образом мы получили левое значение со строчкой внутри division by zero. А вот именно что монадическая функция, она принимает на вход не левт или райт, она принимает именно то, что зашито внутри этого левт или райт. Ну вот, допустим, едит вернул там райт. Да. Это походит, идет на вход дальше. Я понимаю, что если едит вернул левт, то получается, что на вход левт, когда пошла страха, где он пойдет? Нет, в том-то и дело устроено так, что если вернулось где-то значение левт, то вообще вот эта вся цепочка прерывается. Это же исключение. Это фактически исключение, но не совсем. Другой подход. Просто не перекладывай. Они по перекладывай. Есть еще монада, которая специально предназначена для перехвата исключений. Я о ней тоже расскажу. То есть код дальнейших принципов? Да, да. То есть фактически у некоторых монад есть такое понятие, как вообще удачное значение или неудачное значение. И если ты работаешь с неудачным значением, то все дальнейшие эти монадические операторы вернут его. То есть ты вот здесь получил левт, и этот левт просто прокатывается до конца. То есть ты все проехал и на выхлопе получил вот этот левт с первой же ошибкой деления на ноль. А то, что там дальше корень, это никого не интересует. Примерно так работает. Сейчас будет понятнее. Есть еще другая точка зрения на то, что такое монады. Монада – это не контейнер. Это утверждает один опытный хаскилист. Мне очень понравилось, как он объясняет. Он написал свое руководство по монадам. Он объясняет, что монада – это действие над объектом. Потому что монады активно используются с монадическими конвейерами, вот этими цепочками функций. И когда у нас есть цепочка функций, нам фактически не важны сами данные, нам важны вот эти цепочки. Поэтому их можно рассматривать как операции над объектами. Вот, например, в хаскеле вот так выглядит специальная форма do, которая – это альтернативный синтекс с монадным оператором. То есть здесь у нас есть функции какие-то, которые возвращают монадические значения. И мы видим, что вот такая форма, она выглядит так, как будто мы работаем с данными. На самом деле здесь просто каскадно перечислены функции, что они возвращают. Это хаскель. Хаскель. Вот в нем происходит следующее. Вот есть функция main. Вот как во всех языках есть функция main, точка хода в программу. Тип этой функции – монадическое значение I.O. То есть есть… Вот бывают разные монады, в том числе есть монада I.O. Да, да. Это монада, внутри которой разрешено делать ввод-вывод. Печатать в экран, читать файл и так далее. То есть, скажем, вне этой монады ты вообще не можешь ни в какой источник данных постучаться. И это, в принципе, хорошо, потому что это гарантирует, что твой код чистый. Он не пишет в лог, не лезет в базу, например. Что? Да, да. Он такой. И получается… Что такое эта функция? Вот дальше описано ее – это тело. Тело – это специальный оператор do, внутри которого перечислено, что происходит. То есть вызывается функция action1, из которого происходит значение x1. Таким же образом происходит x2, x3. И, наконец, вызывается финальная функция submit1, ой, submit, внутри которой переданы значения, полученные из монадических функций action1, action2, action3. Это выполняется последовательно. То есть… Да, в том-то и дело, что это выглядит… Интересно то, что это выглядит как императивное программирование переменными. Но фактически это декларативное объявление порядка исполнения функций. То есть вот это все – это функции. То есть мы как будто функциями оперируем как будто переменными. Это очень интересно. Распространенные мифы с монадами звучат таким образом, что они и не используются нигде, и что слишком там большая математическая база нужна. Ну, это обобщенное понятие. Реальность такова, что монады используются. Ну, понятно, что в Хаскеле наиболее сильно они распространены. В скале монады встроены, причем сделаны очень хорошо. Вот, допустим, кто на скале пишет, что он не может не использовать монады. Ну, и другие функциональные языки, там, Кло, же, Ф-шарп. Монады, дело в том, что базируются на мощном математическом аппарате, который называется теория категорий. Вот, и, в принципе, это плюс, потому что монады, когда пришли, монады реализовали уже по готовому математическому аппарату. Именно поэтому они получились вот такие, как сказать, обоснованы. Обоснованы. Есть, например, специальные три монадических закона, которым должна удовлетворять монада. И если она им удовлетворяет, значит, это гарантирует, что мы можем с ней… Потому что ты рассказал, это выглядит несложно. То есть функция должна прокидывать либо ошибку дальше, не уходить дальше, либо работать за значением, которое корректно было получено с предыдущей функции. В чем здесь сложный математический аппарат, где он использует какой-то функционер? Нет, это ничего. Я просто не очень понятно, это ничего. Например, доказательство того, что, как сказать, ты правильно связываешь, правильно делаешь монадическую композицию. То есть, ну, видишь как, не настолько все-таки оселен в этом, чтобы вот это рассказывать. Но мне приходилось видеть эти монадические доказательства. То есть когда человек реально расписывает, например, он на бумажке доказывает то, что его код верен. Это теория категорий. Ну уж, не знаю. Математические законы, они связаны с тем, что нужно, чтобы правильно работала композиция. Есть вот обычная композиция функций. То есть, например, у нас есть обычная композиция функций. Например, есть у нас функция f, g и h. И вот мы делаем композицию этих функций такая функция, которая возвращает нам f от g, ну, знаете, как скобок нарисовать, куча. То же самое работает для монадических функций. Есть даже специальный монадический оператор композиции в Хаскеле. То, что именно монадическое обычное значение, которое передано в эту композицию, оно получится, как сказать, верным. И это все доказывается. Я закончу с последним моментом, что, в принципе, монады можно реализовать в любом языке, потому что их интерфейс довольно простой. И ради интереса можно взять там какой-нибудь питон, не знаю, рубик делать, ничего этого нет. и потренироваться, реализовать свои. В плюсах? Ну, не смотрел. Я не особо… В Java должна быть. В Java должна быть. Тем более, что сейчас Java – это функциональные возможности. А чем все-таки вот отличается функциональная программирование, когда у нас там чистые функции? Нет и… Я не знаток, но CommonList, нет итеративного там… Чем от монады отличается? Ну, то же самое все легендо. Как если, что вот сюда вот… Нет, нет. В Lisp не обязательно тоже программировать на монадах. С чем отличается… В Lisp вообще такой язык… Ну, вот если мы будем говорить про CommonLisp, он… Это заблуждение то, что он функциональный, потому что в нем все работает на указателях, и мы можем там программировать в стиле раннего C, то есть использовать глобальную переменную, например, объявленную на уровне модуля, передавать через нее значение. Это запросто. Просто как бы сам язык такой, что поощряет. И там Lisp никак это не… Lisp за этим никак не следит. Это не строгий функциональный язык. То есть там запросто можно написать функцию, которая будет посреди вычислений ломиться в базу. Это строгий функциональный язык. Чем отличается от монады? То есть можно на нем не использовать монады? А, ну вот, например, Haskell – это чисто функциональный язык, который не допускает, допустим, сайд-эффекты внутри вычислений. И там ты не сможешь без монад. То есть по кейсике, если функциональный язык правильный, то там все на монады? Да. Функциональный без монады? Да, то есть, конечно, по возможности надо стараться делать функции чистыми. То есть разделяют чистые функции и функции монадические, которые, например, считывают данные из файла, дальше там какие-то вычисления с чистыми функциями, потом вывод. И, конечно, это ломает стиль мышления. Там надо как бы переучивать свой мозг к тому, что ты не можешь посреди функций куда-то ломануться в базу или ломануться в файлик. Так, сейчас я почую. Монады – это просто термин, если функциональный регламированный файл, правильно? Не обязательно. Монады, как сказать, появились, можно сказать, для того, чтобы изолировать сайд-эффекты, изолировать неоднозначности. То есть, например, в Лиспах, в Клоше можно программировать и без монад. Таким же простым образом, то есть можно внутри функции лазить в базу. То есть язык это никак не контролирует. Это все за тобой остается. Например, в той же Клоше, это современный диагноз Лиспа, там используются обычные исключения. То есть там, допустим, ты на ноль поделил, у тебя там вылазит исключение, ты должен сделать кетч, ну или можно применить монады. А постоянно потому, что такое происходит. Допустим, тебе надо именно рейд какой-то посчитать, там, не знаю, там, какие-то очки на дни делишь, а тебе ноль пришел. Я понял, почему ты тоже зачитал. Ну, я понял. Я читал эту же статью. Я тоже читал эту статью, но я что могу сказать? Мы не НАСА. Спасибо. 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 Ну, да. Да. Ну, это только докажется. Потому что, во-первых, исключение — это фактически и есть монада, потому что это именно контейнер, который себе хранит какой-то некий контекст. Но дело в том, что, во-первых, всегда есть риск не поймать какое-то исключение. Юра о чем говорит? Юра имеет в виду, что если именно ловить самый базовый класс, ты об этом говоришь? Я сталкивался с тем, что все говорят, что это bad practice, что ты должен ловить именно… Что ловить вообще общий класс исключения — это плохо. Ты должен ловить именно то, что у тебя может возникнуть. Это плохо, но мы теперь это называем монадой. Вот. И плюс ко чему… Сейчас я закончу еще. И плюс плохо то, что именно перехват исключения может происходить где-то очень высоко. Вот. Что-что? Мы можем поставить где-то стандарт, не перехватывать исключения. Ну… А лучше не кидать исключения. Не делить нам надо. Ну, тогда будут трудности, если не перехватывать исключения вообще никакие. Например, если обычно, например, мы обработаем массив чего-то. Общики-то, какие-то исключения. Обычный пример. Мы обработаем массив чего-то, мы используем какую-то либо, да, которую на каждом моменте будет какое-то действие. Вроде либо нам говорят, что у него есть такое количество исключений, декларируем, якобы, да. Но мы же все равно пошумим, пожалуйста, ловим базовый эксепшн. Между прочим, даже вот в пайчарме, которая там самая клевая IDE для питона, она тебе подчеркивает, если ты перехватываешь эксепшн, он тебе подчеркивает, ай-яй-яй, типа перехватывать базовый класс – это нехорошо. Спасибо. Используем серпат и лид. И мы ловим сначала все, которые декларируют, потом мы все равно включаем базовый эксепшн. Потому что мы не хотим, чтобы цикл оборвался. Мы хотим закончить это дело. В том-то и дело, что во многих языках сейчас вот исключения стали использоваться не как исключения, а как сигналы. Например, вот ты берешь из словаря ключ. Ключа нет. Все, у тебя исключение кей-эрор. Хотя, ну, как раз бы трагедия, но нет ключа, я могу ноль поставить, дальше с ним пойти. По индексу обратился, тоже индекса нет. Можно было там нол вернуть, как в других языках. В джаваскрипте, допустим. Ты обратился к существующему полю, у тебя просто там undefined вернулся. А в других языках все катастрофа, программа складывается. Ну… Я понимаю, например, простой с этой цепочкой, где я встраиваюсь, все там понятно, и разница, наверное, тяжеловая. Сейчас, как-то сейчас с мыслями не соберусь, слишком много вопросов. Плюс, конечно, первый в том, что именно в изолированности. В изолированности того, что плохой результат, он будет упакован в монаду и передан тебе, и ты потом уже сам разберешься, что с ним делать. Ну, смотри, видишь, хотя бы тем, что тебе нужен специальный синтаксис try-catch, который тебе, как сказать, по сути, это оператор goto, что если у тебя ошибка, ты прыгнешь сюда, провалишься, а здесь у тебя как отрабатывает логический, как не то, что логический, но ожидаемо, что ты вызвал какую-то функцию, тебе вернулся монадический результат, и дальше ты уже с ним разбираешься, он хороший или нехороший. Ну, вот смотрите, если уж у нас такой посередине спор разошелся насчет эксепшенов… Нет, не спор, но я имею в виду, коснулись этой темы. Например, не во всех новых языках есть эксепшены. Вот, например, язык Go. Вот Google недавно выкатил новый язык, казалось бы… Ну, как бы это… Ну, фактически это недавно. Нет, ну, Миша, языку 4 года – это недавно. Вот не недавно, если в 20 лет, тогда да, 4 – это мало. И вот, казалось бы, там Google, такая компания, там ученые мужи. И вот в языке нет исключения, используются пары. И… Ну, там паник вызывают редко. Там не вызывают паник на каждый чих. Ну, ладно, я не буду спорить, но основной паттерн, который там принят при дизайне языка – это то, что ты будешь получать пару всегда. И сам проверять, окей, не окей. Вот. То есть я хотел сказать, что даже и в современных языках от исключений начинают понемногу отходить. Вот опять же, там в ГОУ, там нет классического ООП в принятом понимании. Сейчас у нас все на ООП, а там… А там структуры и функции, структуры и функции. Что? Там уточка, где она хрякает, плавает. Ну да, но там нет вот этого наследования и так далее. Ладно, давайте дальше продолжим. Вот, основные монады, про которые я хочу рассказать. Монад вообще… Что? Ну, давайте поговорим об этом вот хотя бы после, а то мы что-то вдруг прервались вдруг на середине. Значит, основные монады – это Maybe, которая также известна под названием… Ну, в разных языках она по-разному, Maybe или Some. Монада Either и Try, которая также известна как Error. Есть еще и другие монады, у них свой контекст. Ну, про все, конечно, не успею рассказать. Maybe – монада, которая означает, что либо что-то, либо ничего. Она обозначается от Haskell вот таким вот макаром, что это… То есть тип Maybe, который может принимать два значения. Это JustX или Nothing. То есть JustX – это особый тип, который еще оборачивает актуальное значение. Например, там двойку какую-то или строчку или еще что-то. И Nothing – это ничего. Это None, Neal и так далее. И вот мы говорили про монадический конвейер. None ее останавливает. То есть, допустим, у нас есть цепочка функций, и как только какая-то функция вернула Nothing, все, этот Nothing у нас мы получаем как итоговое значение всей цепочки. И вот это вот Maybe – это замена вот этим вот пустым типам, которые Neil, Null, Undefined и так далее. Вот хороший пример, как это используется – это Scala. Я рассказывал, что Scala и Monada используются очень хорошо. То есть я решил не пугать вас синтаксисом Haskell, когда вообще ничего не понятно. Это вот примерно вот такой вот метод. К сожалению, подсветка Scala не сработала. Но думаю, понятно, что вот есть функция, которая возвращает имя продукта. Вот передается продукт, а этот продукт – это не просто… Ну, это, естественно, должен быть экземпляр класса Order. Но в том-то и дело, что это не просто экземпляр класса Order, это именно монадический тип Option, который говорит о том, что это может быть и одновременно именно Order и Nothing. И, соответственно, возвращается тоже строчка, берутая в монаду. То есть либо это означает, что может вернуться и строчка, и Nothing. И вот в Scala интересно так сделано. Вот эта вот do-нотация, о которой я говорил, которая фактически разворачивается в монадический пайплайн, она работает как цикл. То есть мы пишем for и дальше пишем, что Order, который прибегает к нам, который распаковывается из монады. Дальше вот line item, который из этого ордера распаковывается и так далее, и так далее. И в итоге мы получаем Product Name. Вот MaybeOrder – это значение, где может быть… Он просто скипает? Да, он его просто скипает. Или ELD. А, на самом деле он не ELD. Это устроено так, что вот эта вот монада Maybe, она поддерживает итерацию. То есть по ней можно итерироваться. И когда ты… Да, хитрость в том, что к монадам вот эти монады можно рассматривать как список одного элемента. И если это у нас Just Order, то фактически это список… Ну, можно и так рассказывать. Можно и так это понимать. То есть фактически здесь срабатывает пустое список. Это пустое список, поэтому фор просто не сработает. Ну, можно и так сказать. Вот, то есть именно поэтому к монадам можно применять map, filter, reduce и так далее. Не расслышал, что? Юрий, от таких открытий стало хорошо. Еще раз повтори, я не расслышал. Ну, почему он может быть? Может быть, да. Потому что он может содержать в себе нас. Зачем? Зачем он содержать в себе нас? Очень просто. Очень просто. У тебя предыдущая функция возвращает… Вот, допустим, как? Тебе нужно получить последний заказ на сегодня. А что сделать, если не было сегодня заказов? Эта функция вернет либо последний заказ, либо нас. Вот. И результат этой функции ты передаешь сюда. Вот прям по конвейеру передаешь. И на выхлопе ты должен получить либо строчку заказа… Собцепочки получается. И просто отдельно в этот собцепочек. Да. Ну, можно и так сказать. Тут, как сказать, вот если бы у нас был обычный питон или что без всяких, монат, мы бы как сделали? Мы бы написали order равен по умолчанию none. И внутри кода мы бы проверяли, что если order у нас из none, тогда мы возвращаем снова none. А если нет, то и так далее. Проблема в том, что… Ну, это зависит. Бывает так, что просто мы передаем какое-то значение функции, а уже внутри функции разбираемся. Это обычный for, который поддерживает монатные операции. Точнее, можно так сказать, монаты поддерживают итерирование. То есть по ним можно шагать. И на каждом шаге они распаковывают у себя актуальное значение. То есть скала таким вот хитрым образом это делает. Мне вот это понравилось. Хотя, конечно, я в скале не специалист. Вот. Вот Юра на скале программировал. Вот он знает. Вот. Монада айзер. Это монада, которая объединяет в себе два значения. То есть это пара. То есть, помните, когда я говорил, что мы возвращаем либо ошибку, ну, вот возвращаем пару, где первый элемент либо ошибка, либо ничего, а второй элемент это данный, либо ничего. Вот это фактически, вот это монада. Только с той разницей, что вот здесь эта монада подчиняется правилам определенным. Она может иметь два типа. Либо left, либо right. И левое значение мы считаем ошибкой. То есть, если мы на выхлопе получили левое значение, то все, у нас тоже прерывается цепочка. Останавливает цепочку, и мы получаем левое значение. Пример тоже опять на скале. Это, например, получить контент по урлу. То есть у нас на вход передается урл вот этой функции. Тип – это айзер, который содержит либо строчку с описанием ошибки, либо уже какой-то источник. И мы видим, что вот у нас такое условие, что если выполняется как контейнс, тогда у нас возвращается лев с ошибкой. Иначе мы возвращаем источник, полученный из этого урла. И дальше у нас есть функция, куда передается такой результат. И вот этот оператор match, который проверяет, на что у нас мэтчится вот это монадическое значение. Если это левт, тогда мы причатаем сообщение, распакованное из левта. Если у нас это write, то есть хороший источник, мы из этого источника достаем весь, итерируемся по линиям и печатаем его. Вот примерно так вот это работает в скале. Получается, он очень похож на exception, который мы кинули в функцию, а функция выше может его перехватить и что-то сделать? Ну, это… Да, это похоже на exception, только на тот exception, который, как сказать, не вызывается. То есть это… Которая является частью workflow программы. Да, да. То есть это подходит для тех функций, которые просто сигнализируют об ошибке. То есть вот чем плохо maybe? Тем, что он не накапливает ошибочный результат. То есть вот что-то не удалось, он вернул maybe. А нам всегда надо знать, что там случилось. Вот для этого подходит такая монада. Aizer. Ее очень хитро расширяют в Haskell. То есть там можно определять монады частично. И ее определяют именно первую часть, left. То есть что может принимать допустимое значение для left. Но это уже вот такие тонкости. Это не стоит сейчас с этим заморачиваться. И вот монада try, которая также еще называется error, вот она… Ее реализовали в скале и тоже очень неплохо ее сделали. Она там часто используется. Она нужна для подавления исключений. Потому что исключения чаще всего вызывают, случаются в коде. Она может принимать два значения. Это success с каким-то хорошим результатом, либо fail, который внутри содержит то исключение, которое было вызвано, и мы его подавили. Работает это примерно так. Вот у нас, например, есть функция парсилка urla. На вход подается строчка, которую там ввели. И нужно из нее сделать объект urla. Это скала. Юра, ты что? Ты должен знать. То есть распарсить из этой строчки объект, внутри которого там будет схема, домен. Вот это все определено. Вот мы объявляем таким образом, что это try url, и на выхлопе заворачиваем в монаду. Монаду, именно парсилку urla. И потом мы пытаемся получить уже конкретный url. Мы вызываем функцию, передаем туда то, что пользователь ввел с терминала, и она поддерживает специальный метод get to else, но это чисто фишка скалы, которая возвращает какой-то правильный url. То есть это пример того, как делать… Это пример того кода, который отработал бы в случае… в кетч-секции. А если бы мы не писали просто var url, парс url, чтобы нам url упало… А, вот, да. Если бы вот этой части не было, то мы бы на выхлопе получили объект failcha, failcha, внутри которого содержится подавленное исключение. И дальше… То есть это объект… Вот, и вот именно вот этот метод… Вот этот метод get to else, он как раз… Это чисто фишка скалы. Он нужен для того, чтобы извлечь из монады ее… Как бы… Ну, типа, как это называется, recover. То есть тот код, который отработает в случае возникновения исключения. И вот опять… Вот говорили про trycatch. То есть trycatch требует определенной синтактической конструкции. А здесь у нас фактически просто как цепочка идет. Цепочка. Вот. Постоянно говорил я про ошибки, но не только для ошибок сделаны монады. Еще много чего другого не могут быть. Вот, например, IO – это монада, которая работает с вводом-выводом. Например, чтение файлов, сеть. Вот это все делается через… На рит чего? Инпут? Ну, вот на примере Haskell – это есть функция. Ну, просто функция называется… Как там? RedString или так далее. Она возвращает себе монадическое… Именно строковое значение, обернутое в монаду. И дальше тебе нужна функция, которая принимает эту монаду и по конвейеру и дальше пишет. Нет, здесь это уже по-другому. Здесь монада IO – это просто какое-то значение, обернутое в тип IO. Значально, что просто оно было получено в результате ввода-вывода. Вот, ну, наверное, может, я косноязычно объяснил. Есть еще и другие монады. Например, set, list, state. У них различная природа и вообще можно рассматривать любую коллекцию как монаду, потому что, когда мы работаем с какой-то коллекцией, мы не работаем с ее элементами напрямую, а мы обращаемся… Ну, в сито понятно, мы выходим там по указателям. Да, да. А в высокоуровневых языках мы у коллекции вызываем методы. Там, дай мне такой-то элемент. И коллекция сама должна определить, откуда ей этот элемент взять. То есть мы работаем… Можно сказать, что мы с коллекцией работаем как с монадой. Ну, у нее, конечно, у нее есть свое правило, допустим, там, у set, куда она складывает, там, вот эти бакеты делаются, как она их раскладывает, как она потом по ним доступ и… ищет доступ по ним. Но в понимании… Мы про Java говорим? Да. В понимании Java нет. Нет. То есть я имею в виду рассматривать ее как… Философски надо это рассматривать. Ну, вот, например, есть вот монада-лист. Это именно… Ладно. Ладно. Выводы. Что основное я хотел сказать? То, что монада – это операция над объектом каким-то. Что монада, основное предназначение – это сделать код линейным, то есть упаковывать неоднозначности в цепочку, монадическую цепочку. И монада можно создать силами языка любого. Например, в Haskell – это не какой-то там built-in, объект какой-то хитрый, который определен на уровне интерпретратора. Это стандартные классы, которые определены в стандартных модулях. И в любом языке можно сделать монады. Ну, можно нагуглить. Ну, я же не буду здесь листинг писать. Ну, фактически ты как… Ну, допустим, я хочу в битоне сделать все монады, цепочку вызовов, каждая из которых может принимать там модуль. Ну, предыдущий может с вейлиться. Вот, я понял, я про это скажу. Вот, минуточку самой рекламы. Я написал маленькую библиотечку для битона, где собрал всякие функциональные штуки и до кучи туда положил модуль с монадами. Я реализовал там то ли три, то ли четыре вот основных монады, о которых мы говорили. Вот, там есть такая документация, тесты в комплекте, которые прогоняют вот это все. Вот, и написал статью на Хабр про это. Вот. Я там не затрагивал теорию категории. Я там как… как, ну, фактически просто кусочки кода с объяснялками, как это работает. Вот. И можно… Я к тому, что можно туда вот зайти и посмотреть, как там эти монады созданы. Во-первых, я не гарантирую, что они прямо вот так созданы канонично, но в целом основные принципы там работают. И фактически монада – это самый простой класс, который, ну, там принимает конструктор, принимает простейшее значение, там внутрь его складывает. И с методом биндинга, куда передается функция. Там, в общем, ничего сложного нет. Ну, я насчет Java-то не сильно специалист. Ну, я подозреваю, что возможно, да. Я подозреваю, возможно, да. Ну, вот в Scali точно вот есть вот built-in тип option. Это монада. Да, это… Ну, это разные точки зрения на то, как надо обрабатывать, на то, как управляться с ошибками. Это разные точки зрения. Потому что, как бы, хочется сказать, что да, вот у нас есть try-catch, и больше ничего не надо, но одна точка зрения не должна исключать все остальные. Есть другие способы. И вот я приводил, например, Go, который выкатили без классических исключений, что-то вот заставило авторов от него отказаться. И язык пошел в массу сейчас. Набирает популярность. Я тоже пошел в массу, давайте не будем. Я же все из-за Китая в массу пошел. Что? Я штулся в массу. Ну, и там и авторы именитые, там не какие-то хипстеры. Там мужи со стажем. А у какого вопроса был? Я бы не советовал, хотя бы потому, что не найдешь поддержки у своих членов команды. Потому что все-таки есть языки, где это принято, где это не принято. поэтому когда даже вот если реализовать это в каком-то вот для себя, в том же питоне реализовать, то есть не стоит надеяться, что это сильно пойдет массы. Потому что, ну, это надо весь коллектив этому обучить. Ну, нет смысла. Что-что? Так, ну, еще вопросы есть? Ну, вам не что сказать. Как бы... Ни хера не понял, да? Остался заварен. Не, ладно, не понял. Ну, ты кричал...